40 лет без ремонта. В Днепре студенты выложили в интернет, как выглядят душевые и туалеты их общежития. И эти кадры действительно шокируют. Что именно на них изображено и что с этим собираются делать в УЗИ, интересовалась Елена Миндалюк. Грибок, обитый кафель, потеки по стенам, сырость и плесень. Так выглядит мужская душевая в общежитии номер 5. Видео сняли студенты университета имени Олеся Гончара. В таких условиях им приходится принимать душ. Вот только говорить об этом на камеру не хотят, боятся, что за правду их могут не только выгнать из общежития, но и отчислить из ВУЗа. Сейчас мы с вами видим прекрасные апартаменты всей душевой. Она тоже нарядилась под Новый год. Все зеленое, все красивое, ржавчина везде. В общежитии нас не пустили, разрешили зайти только в холл. Сюда же вышла заведующая. Говорит, здание сдали в эксплуатацию в 1974 году. С тех пор здесь мало что изменилось. За 20 лет моей работы здесь 4 туалета, санузла только было выполнено. Все остальное 74-го года рождения. Запрещают с нами говорить и студентам. Ловим их на улице, показываем ужасное фото. Есть такие места в общежитии. Примерно через час появился проректор университета по хозяйственной части. Первым делом хвастается прачечной с вайфаем и ремонтом в остальных общежитиях. А вот на это денег нет. Привезти в более-менее нормальное состояние душевые, которые находятся в подвальном помещении, в общежитии не могут. Кстати, на 800 студентов их всего две. Для мужчин и для женщин. Проректор говорит, обращались за помощью и к областным, и к городским чиновникам. Но бесполезно. То, что делали силами административно-господарчей частини, это вентиляция работает, слава Богу. А это все необходимо изменять. Это большие деньги. Это большие деньги. Это миллионы деньги. Обещания были такие, что в завтрашний день ставим будильники, и они будут работать. И ничего не произошло. Выделить деньги чиновники не могут якобы из-за того, что университет на содержание Министерства образования. В самом ведомстве сразу же открестились. Это не их дело. Согласно реформе, университета получили автономию, в том числе и финансовую. Эта проблема у нас не стоит перед нами ГОСТа, это точно. Взагаля, я думаю, что питание грибка в гуртожитку, это питание, экономисты, спроможные вырешить, ректор или будь-який университет. Как долго студентам жить в таких условиях, за которые они платят по 440 гривен в месяц? Вопрос открытый. Но в ВУЗе нам пообещали, что найдут спонсоров. Елена Маналюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.